всех приветствую дорогие зрители сегодня я вместе с врачом доктором аванесом доведя нам провожу полезный прямой эфир про бады биологически активные добавки по многочисленным просьбам мы возвращаемся к этой теме чтобы было понятнее разобраться с тем ассортиментом которые есть в рамках магазина магазина системы молодости магазина здоровья ольги малаховой давайте с вами поздороваемся заодно проверим качество связи и познакомимся для тех кто видит меня впервые я ольга малахова врач антивозрастной медицины врач терапевт основатель концепции квартет молодости и системы естественно оздоровление и омоложение за мной моя доска почета дипломов и различных наград в области оздоровления в области превентивной медицины в том числе и у нас сегодня будет гость мой прекрасный партнер коллега доктор ованес доведян который является автором в том числе автором книги омега-3 полинасыщенные жирные кислоты основа долголетия и здоровья ованес вагенович доведян поэтому сегодня будем рассказывать не только про омегу-3 но будем говорить про витамин d будем говорить про то а какими бадами можно поддерживать в плане профилактики в плане восстановления своего здоровья потому что сейчас в мире очень много что меняется и за здоровьем нужно следить не когда вас уже приспичило а чтобы этого не произошло профилактика лучшее лечение так я надеюсь что да аванеса вагенович присоединился аванесом нельзя ли ко мне пригласить так пригласить так приглашаю доброе утро ованес вагенович какая приятная встреча беляночка и розочка в эфире белые и черные и неянь они снова соединились и будут говорить про здоровье можно теперь я что-нибудь скажу поприветствую наших гостей привет оля привет всем участникам нашего прямого эфира я рад всех вас видеть слышать ну слышно наверное только я олю рад но все таки всех вас приветствую вы большие молодцы что в пятницу такое раннее утро в москве очень серо вы вместе с нами и будете внимательно слушать нас записывать безусловно и потом все что мы с олечкой расскажем очень интересные вещи вы будете конечно же использовать в своей ежедневной ежедневной жизни и безусловно эти полезности вам помогут столь сложное время которое в котором находится весь мир да я не буду вам показывать всевозможное количество моих наград потому что они находятся не за моей спиной шкафу слева и и поверьте их также огромное количество как и олечке я наверно представлюсь потому что некоторые зрители меня видят впервые некоторые вот смотрю по названиям аккаунтов я их неоднократно этих девушек очаровательных уже наблюдал в каких-то других эфирах меня зовут доведя на ванес вагенович я являюсь врачом терапевтом я организатор здравоохранения я научно-сотрудник научно-исследовательского медицинского центра геронтология эксперт в области омега-3 как вы поняли у меня вот уже книжка написана уже год и оля показывала ее да это моя книга с автографом для воли я естественно подарил а также я являюсь медицинским экспертом компании авицено и генеральным директором центра превентивной медицины лайф мед центр по поводу лайф мед центра я думаю что мы с олей проведем отдельный эфир в начале следующего года представляете уже двадцать второй год да наступает так вот я немножко отвлекаюсь просто тут куча мне каких-то сообщений приходит но сегодня мы будем говорить про витамины и для чего они нужны и зачем они нужны и вообще нужны ли они вот собственно говоря наверное наверное с чего мы начнем оля наверное мы начнем с базовых элементов с базовых элементов давайте начнем с того что пить или не пить бады я начну ты продолжишь пожалуйста значит я являюсь лектором и спикером академии дополнительного образования и готовлю нутрициологов там-то мы и встретились мы с ванесом вагиновичем готовим нутрициологов и пара фармацевтов это такое направление и моя тема лекций заключается в знакомстве с биологически активными добавками так вот чтобы вам сейчас не читать лекцию что же это такое поймите пожалуйста следующие следующие моменты важны и так наше питание не покрывает дефициты нутрицептиков которые необходимы нашему организму и нашим клеткам для строительства тканей которые выстилают наши органы почему это произошло но потому что у нас есть а селективное уже сельское хозяйство у нас уровень питательных веществ сокращается но в моркови уже не столько каротина который был например в моркови 20 лет назад это первая причина вторая причина экология из все согласятся что это действительно так и третье очень важная причина это воспалительные процессы открытые скрытые и хронические которые есть у каждого человека вы знаете у каждого если раньше я в шутку говорила что есть что нет здоровых людей есть недообследованы сейчас я могу сказать что здоровых людей нет и наша задача с вами чтобы была профилактика чтобы была поддержка если есть какая-то проблема то мы могли ее решить итак из того что у нас есть воспалительные процессы открытые скрытые и хронические которые чаще всего начинается воспаление именно в желудочно-кишечном тракте то усвоение вот этих питательных веществ которые есть продуктах которые мы с вами потребляем оно очень сильно сокращается и в лучшем случае вы потребляете 10-15 процентов ну например съели морковку либо съели тыкву вот вас этого полезного каротина мало того что там уже его мало то из-за воспалительных процессов поджелудочная слабая там печень не срабатывает кишечник уже давным-давно работает то это усваивается где-то на 10 максимум на 15 процентов таким образом наша клетка испытывает дефицит и вообще все люди сейчас испытывают дефицит микроэлементов и у нас вот в этом пандемии сейчас прежде всего организм очень слабый так вот биологически активная добавка это условно говоря замена питательных веществ которые мы бы должны были бы получать из еды но мы этого не получаем потому что мир изменился не получаем и таким образом бад является а к бадам относятся и витамины и минералы и эфирные масла тоже относится к бадам как классификация парафармацевтики парафармацевтики таким образом бад является питанием для клетки запомните это раз и навсегда поэтому думаю что сейчас не станет вопрос пить бады или не пить потому что нормальной еды практически уже никто не может найти и никто не может ее переварить и никто ее не может правильно потреблять это первое а второе у нас другой момент чтобы бады были качественны потому что и в этом случае очень много а фальсификации абсолютно верно олечка ты правильно все подвела все правильно говоришь и знаешь еще такая важная проблема в том что ну собственно говоря цивилизация да вот мы такие вот цивилизован в цивилизованном мире живем у нас блага такие цивилизации такие как автомобиль сотовая связь я не знаю там огромное количество ресторанов фастфудов и так далее вроде как бы это хорошо да это там улучшает нашу жизнь но и цивилизация принесла огромное количество проблем таких как например тот же самый сахарный диабет отжирение проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы и ты абсолютно права питание уже но оно не то конечно же его можно найти но не для тех жителей которые например мы там российской федерации где-то живем да это нам если мы хотим правильно там питаться есть идеальные овощи фрукты прекрасную рыбу нам нужно уехать далеко-далеко где блага цивилизации еще до сих пор не затронули вот эту всю естественную среду и тогда да мы можем правильно питаться но в любом случае биологически активные добавки их надо пить я вам больше скажу их же на самом деле бады то пьют уже давным давно да это вот сейчас только в россии такой бешеный бум последние там 5-7 лет ну и даже если говорить там меньшими количествами лет то наверное последние два года особенно когда коронавирусная инфекция пришла в нашу жизнь все побежали покупать цинк витамин d и все возможные биологически активные добавки скупали скупали просто сметали с полок аптек не разбираясь в составе не разбираясь в качестве продукта и так далее и биологически активная добавка из самого названия звучит добавка к пище то есть грубо говоря это не замена пищи да ни в коем случае не нужно воспринимать эти три заветных буквы как абсолютная замена еды которую вы должны понимать надо еще объяснить что бады не являются лекарственным средством и это не лекарство но и наверное может быть даже это хорошо потому что бады это превенция это профилактика да и лучшее лечение это всегда профилактика мы если будем с тобой и все наши коллеги специалисты в превентивном мире профилактировать то мы меньше будем потом энергозатрат и временных ресурсов и денежных ресурсов своих и пациентов мы ему будем меньше просто напросто их тратить вот и поэтому конечно же биологические активные добавки сейчас должны быть в рационе абсолютно каждого здравомыслящего человека который хочет продлить свою молодость хочет улучшить качество своей жизни восполнить определенные дефициты которые возникают в организме и конечно начнем с базового продукта это омега 3 омега 3 вот у тебя в руках книга моя и баночка с омегой и у меня в руках баночка с омегой вот такая вот омега омикап называется из названия все очень понятно оми омега кап капсула кстати я должен сейчас отвлечься вот маргарита пишет отличнейший комментарий шикарный комментарий я его должен зачитать нужно пересмотреть программу фармацетического образования в вузах и сузах вы абсолютно правы маргарита пересмотр программы конечно же нужно сделать не только фарма образования но и на факультетах таких как лечебный педиатрический и даже стоматологический факультет потому что и стоматологи хоть они занимаются в основном полостью рта конечно же биологически активные добавки способствуют там тому же самому улучшению вернее так меньшему развитию уровня кариеса кариеса у жителей населения это связано с витамином d в том числе если большой дефицит витамина d если высокий дефицит витамина d в организме человека то вероятность возникновение кариеса она конечно очень высока поэтому комментарий прекрасный но могу себе позволить сказать что этим не будет заниматься наше министерство образования в данный момент как минимум потому что к сожалению у этих министерств немножко другие сейчас задачи не будем сейчас расширять эту тему но комментарий правильный мы даже соли это уже неоднократно помнишь мы с тобой это обсуждали и говорили нужно но наверное всему свое время и к ближайшие наверное там десятилетия в десяточку лет мы к этому обязательно придем потому что все больше и больше становится а и популярнее биологически активной добавки б и мы видим отличные результаты после терапии на биологически активных добавках отзывы пациентов результаты врачебного сообщества поэтому к этому придем так вот можно ставлю еще пять копеек пожалуйста вот к этому комментарию значит наша задача сейчас ванессом вагеновичем проводить очень массовый ликбез то чем мы в принципе и занимаемся то есть ликвидация безграмотности по отношению к своему организму и к тому что происходит вокруг ну например я выступаю активно и я всегда говорю я против бодомании в том числе мы с вами говорим про бады но я против бодомании бесконтрольного приема всего подряд не все нужно тащить в рот не все нужно тащить в рот сразу ну например у меня есть своя концепция не более пяти препаратов в день которые мы пьем вы лучше потом малыми дозами снова ну будете что-то заменять пропиваете курс заменяете делаете другое и вот эффектом накопления это будет все работать и самое главное чтобы вы понимали как работает ваш организм что нужно вашему организму и чтобы вы занимались профилактикой а не лечений хватит перекладывать ответственность за свое здоровье на врачей любых специальностей на фармработников на парафармацевтов и тех людей кто работает в аптеках которые должны вам порекомендовать какой-то хороший продукт хотя вы понимаете что это невозможно пожалуйста научитесь работать со своим телом потому что ваше тело служит вам верой и правдой 24 часа в сутки вот поддержите и возьмите ответственность на себя и мы начали с омега-3 и коротко про каждый которые мы считаем очень сейчас актуально особенно в осенне зимний период но потом и весенне летний в общем то мы сделали свой топ там шести семи средств да бадов шести семи бадов про которые сегодня хотим рассказать начинаем сами г-3 да абсолютно верно мы начинаем с омега-3 не только потому что мы с солей обожаем омега-3 но потому что вообще это такой титан один из титанов иммунной защиты организма да и в принципе всего организма и потому что в первую очередь омега-3 жирные кислоты они способствуют правильному функционированию наших клеток мы все с вами состоим из клеток клетка состоит из цитолемы цитоплазматической мембраны и благодаря полиненасыщенным жирным кислотам омега-3 относится к классу pngk да то есть полинасыщенный жирным кислотам они встраиваются как раз в мембраны клеток потому что цитолема сама состоит из жирных кислот таким образом получается эластичность мембраны улучшение ее проницаемости для питательных веществ потому что клетки наши должны тоже питаться собственно говоря как и мы все в том же те же самые метакондрии да это небольшие энергетические такие станции которые вырабатывают а тф для нашего организма чтобы мы были с вами постоянно в ресурсе в энергии в тонусе поэтому омега это не только сердечная сосудистая система как мы выкли думать и говорить что омега полезна для сердца конечно она полезна для сердца безусловно но надо копать глубже и конечно омега это маст хэв продукт абсолютно для всех абсолютно для любого возраста и необходимо принимать омега-3 жирные кислоты на постоянной основе начиная с внутриутробного развития что это значит это значит что когда вы со своим мужчиной начинаете только думать о том чтобы зачать ребенка то есть вы начиная вы в стадии планирования беременности вы уже начинает должны принимать омегу потому что для женщины особенно сертильного возраста это крайне необходимо в третьем триместре когда вы находитесь дорогие дамы вы увеличиваете дозировку омега-3 потому что ваш ребеночек будет забирать на себя часть омега и мужчина конечно в том числе должен принимать омегу потому что если мы говорим сейчас со стороны урологии андрологии то омега-3 способствует улучшению качества сперматозоидов поэтому позаботьтесь о вашем мужчине сделайте его сперматозоиды очень еще более активными интересными и которые быстро проникнут и найдут вашу яйцеклетку вот это обязательно нужно понять принять и принимать дальше значит омега-3 запомните пожалуйста дорогие друзья сердечно-сосудистые заболевания принимаем инсулин резистентность принимаем ребенок гиперактивный если у вас и в том числе если он аутист то есть это получается медаль с двух сторон принимают все беременность да если вы занимаетесь спортом да против болезни альцгеймера и деменции профилактика обязательно в пожилом возрасте увеличиваем аккуратно дозировку а при этом мы не будем сейчас углубляться но имейте ввиду омега-3 6 9 мы сейчас говорим с вами только про омегу-3 потому что омега-6 и 9 у нас еще есть в еде и их большое количество вызывает воспалительные процессы в организме а вот омега-3 поленасыщенные жирные кислоты у нас всегда с вами дефицит поэтому мы говорим с вами только про омегу-3 которые из еды мы с вами из хорошей не возьмем и придется в капсулах дальше омега-3 для мужского организма принимаем заболевание предстательной железы да мужское бесплодие да эффективная дисфункция да дерматология кому нужны волосы кому не нужна сухая кожа на теле особенно с зимой чтобы все скрючивалось да псориаз да топический дерматит да акне фотостарение да офтальмология проблема с глазами да аванес вагинович зачитала все ваши пункты из книжки и еще очень важный момент если у вас повышенный холестерин то омегу-3 мы также с вами принимаем потому что это те жиры те липиды которые не усваиваются вашей печени про печень и мы тоже с вами поговорим а у нас вагинович какую дозировку мы пьем а такой мы отталкиваемся для взрослого человека профилактическая дозировка 2 грамма то есть 2000 миллиграмм совокупе дакоза гексоеновой и коза пентоеновой кислоты для детского возраста для детей все зависит от возраста то до 7 лет это до одного грамма свыше 7 лет можем делать увеличение до полутора грамм ежедневно максимально терапевтической дозой является 8 грамм но это уже по назначению специалиста после того как мы посмотрим полностью проведем анамнез соберем анамнез проведем обследование и проведем уже ряд определенных лабораторных исследований и так 2000 миллиграмм омега-3 полинасыщенной жирной кислоты которые считаются у вас сзади есть суммарно вы считаете понимаете сколько капсул вам нужно выпить но например вами как мы будем с вами пить а либо 3 капсулы либо 4 капсулы и мы их разделяем например две капсулы утром и две капсулы вечером это будет 2400 миллиграмм для осенне-зимнего периода вот прям самый топчик вот прям рекомендую две после завтрака и две после ужина чудесно детки тоже могут пить капсула достаточно большая я не знаю с какого возраста ну ребенок выпить смотря кто некоторые взрослые не могут выпить даже поэтому что делаем тогда мы протыкаем и выливаем на лостовку либо раскусываем да либо раскусываем но будет такой привкус рыбненький рыба конечно да рыба и так поняли да по сразу закрываю вопросы где взять что хорошее вы смотрите и фиршоп малахова про малахова никогда не будет себя травить плохими препаратами переходит к следующему а баду и витамину и прогормону и основа нашей гормональной системы витамин d а кстати про омега-3 надо ли сдавать анализ чтобы его принимать про омега-3 но вообще дефицит населения российской федерации очень высокий порядка 85 процентов населения в дефиците поэтому мы можем сэкономить немножко денег и сдать анализ уже после 3-4 месяцев после приема омега-3 для того чтобы просто посмотреть но вообще по-хорошему каждые 3-4 месяца нужно сдавать анализ для того чтобы корректировать у себя и смотреть насколько у вас повышается уровень омега-3 индекса и корректировать дозировку то есть может быть вам нужно ее понизить может быть вам нужно ее повысить то есть каждые 3-4 месяца сдавать анализ и называется омега-3 индекс да абсолютно верно Поехали дальше. Про витамин Д. Мой любимый, про гормон, основа. Это все испытывают дефицит и в Австралии, и даже те, кто проживает на Бали, все испытывают дефицит витамина Д. Вот если вы не верите, то вот этот как раз анализ я вам рекомендую сдать. Он и называется анализ на витамин Д. Потому что все-таки это про гормон, и знать его начально это было бы замечательно. Абсолютно верно. Как вы сможете повысить витамин Д? 25 уАЖ витамин Д сдавать нужно обязательно методом масс-спектрометрии, для того, чтобы получить абсолютно достоверную цифру и понять, что же мы с этим делаем. Витамин Д отвечает за колоссальное на самом деле свойство в нашем организме, и дефицит витамина Д связан с огромным, там, связывают его более чем 100 болезнями, и бесплодие, и рак, и миома, и, значит, разрушение костей, и неусвоение ряда других витаминов и минералов. И, конечно же, витамин Д необходимо принимать по-хорошему также круглогодично, но под контролем анализа. Дозировка какая сейчас рекомендованная дозировка, и что думаешь по поводу высоких дозировок, и то, что раньше было принято 400 международных единиц? Оль, на самом деле до сих пор принято 400 и 600, для взрослого населения 600, для детского 400. В некоторых странах эти дозировки могут доходить до 50 тысяч международных единиц, а в некоторых странах есть и инъекционные формы с дозировкой 300 тысяч международных единиц. Я отношусь к высоким дозировкам абсолютно спокойно и положительно, если это делать все правильно, под контролем. То есть бездумно любая дозировка, даже минимальная, может навредить, потому что бездумно ничего не надо принимать, да? Нужно иметь голову всегда и нужно иметь цель, для чего мы это все делаем. Значит, конечно же, must-have продуктом являются капсулы с жиром внутри, потому что витамин D это жирорастворимый витамин. У тебя есть, можешь показать? Ну, просто у меня прям закончился. Да. Вот у нас есть вот такие небольшие капсулы, вот так вот, витамин D. Значит, капсулы действительно маленькие, там 750 мг, и это, конечно, лучшее усвоение для нашего организма, потому что многие производители делают таблетированные формы, таблетированные формы, они менее усваиваются и менее биодоступны, нежели чем мы говорим, да, про что? Как капли? Вот ты таблетировал. Несмотря какие капли, если, конечно, это капли маслянистые, с высокой биодоступностью, пожалуйста, но все-таки мы сейчас говорим про капсулированные формы, они действительно, биодоступность у них выше. Теперь ситуация следующая. Здесь много есть подводных камней. Один человек может принимать дозировку 2000 единиц, у него будет все усваиваться, второй человек будет принимать 5000 единиц, у него не будет усваиваться. И тут надо копать глубже, да, что же происходит. Здесь может быть нарушение всасывания со стороны желудочно-кишечного тракта. Здесь может быть, например, поломка гена ВДР, да, по генетическому паспорту. И это, конечно... У меня такая поломка гена. То есть мне нужно высокой дозировки пить. У меня по гене ВДР мутация 50% на половину, да, то есть поэтому моя дозировка также должна быть увеличена, потому что если я буду принимать тысячу-две, ну, это будет просто-напросто, будем так говорить, деньги впустую. И никакого эффекта я не получу. Поэтому это такой комплекс мероприятий. И когда меня задают вопрос, Авнаст Вагенович, какую дозировку нам принимать? Я не могу ответить вам четко, потому что это, как сказать, онлайн я не консультирую. Онлайн я не вижу человека, я не вижу ваших результатов, я не могу вам назначить, в принципе, дозировку. Поэтому всегда первичный прием должен быть очным. Вы должны пообщаться с пациентом, мы должны пообщаться с пациентом, собрать анамнез, посмотреть его результаты анализов и уже потом делать, значит... Вот, видите, вопрос сразу. Результат 19. Какую дозировку принимать? Результат 19 крайне низкие цифры витамина D. А если говорить еще и про... Если то, что будет метод ИФА, это еще можно сразу же на 30% убрать. Но в вашем случае вам нужно принимать автоматически сразу дозировку ежедневную. 5-10 тысяч единиц в течение двух недель. После двух недель мы уменьшаем дозировку, стабилизируем ее на 5 тысячах ежедневно. И не нужно бояться этих цифр. Это не колоссальные дозировки. Через два, а лучше через три месяца вы сдаете результаты анализов и смотрите на ваши уже результаты в цифрах. Так, ты вообще всех запутал. Ты сказал, что принимаем только две недели 10 тысяч единиц. Сколько принимать-то? Две недели 10 тысяч, потом переходим на 5-тысячную дозировку, либо принимаем 10 тысяч раз в два дня. Никого не запутал. Просто каждый день по 10, потом уменьшаем в два раза дозировку, либо переводим 10-ку на раз в два дня. Все. Через три месяца вы сдаете анализы. Отлично. Согласно анализу, нам нужно стремиться к норме 80-100. Ну, 100 – это прям очень хорошо. Давайте для начала хотя бы дойдем до 60 после 19. Для этого нужно хотя бы потратить 3-4 месяца ежедневного приема, а уже потом будем смотреть дальше и будем корректировать дозировку. Но норма 80-100 – это прям класс. Это прям топ. Хорошо. Значит, принимаем витамин D. Вот тут Людочка спрашивает. Витамин D70 принимает 5000 международных единиц ежедневно, правильно? Людочка. Говори. Людочка, молодец, все правильно. Когда мы набираем, когда у нас по анализу показывает 60-80, то какая у нас дозировка идет после? Смотри. Здесь мы можем опять же поэкспериментировать. Мы можем ее понизить. Если мы уже стабилизировали наше состояние по результатам анализа, наш организм себя чувствует хорошо и вы не болеете и так далее, вы можете немножко понизить дозировку, например, до 2000 единиц. Либо 5000 единиц вы можете принимать раз в 2-3 дня. Если вдруг через неделю либо через 2 вы понимаете, что это не ваша дозировка, ваш организм сразу вам скажет, что, уважаемый, это не твоя дозировка, тебе нужно вернуть обратно то, что ты принимал, то ты возвращаешь просто-напросто до тех цифр и принимаешь это на постоянной основе. И не нужно делать перерыв. Многие говорят, вот я еду сейчас на море, сейчас я буду делать перерыв. Не надо делать перерыв на море, потому что вы таким образом уберете его из организма. Он у вас уйдет, кстати, так же, как и с омегой. И когда мы говорили сегодня про дефицит витамина D, то самое распространенное дефицит и витамина D у жителей, знаешь, каких стран? Ну, ты-то знаешь, да. У жителей Африки либо Арабских Эмиратов. Почему? Потому что жители Африки, они уже, у них кожа темная и ультрафиолетовые лучи не проникают в нашу кожу и не синтезируется витамин D, поэтому нужно принимать постоянно. Но они все думают, что вот они под солнцем. А жители Арабских Эмиратов, почему? Потому что они постоянно находятся в чем? Да, абсолютно закрыты. Не важно, черное одеяние, белое, оранжевое, зеленое, абсолютно не важно. Видны только глаза и немножко руки. Все. Конечно же, дефицит витамина D. Но и нас, россиян, это также абсолютно касается, потому что вот у тебя даже сейчас полностью шея закрыта. Не говоря уже о том, что нет никакого солнца, даже если бы оно было, то покрыто все смогом и все загрязнено. Поэтому омега и витамин D это два китана, самые мощные продукты, которые для того, чтобы еще был лучше синергизм, то есть лучшее действие было усиленное, их нужно принимать вместе. Поэтому обязательно витамин D и омега вам нужно принимать вместе. Я думаю, мы много... Давай еще, пожалуйста, скажем про витамин K. Это самый интересный маркетинговый ход. Да, я вот вижу, как Аванес Вагенович вот так вот покивал головой. Короче говоря, если вы мне покажете хоть одного человека, у кого по анализам дефицит водорастворимого витамина K, то я заберу свои слова обратно. Такие люди могут быть, если это какая-нибудь диета только на одном мясе. Посмотрите в интернете, в каких продуктах питания у нас находится водорастворимый витамин K. Это в основном продукты зеленого цвета. Это то, что я для вас вот всегда говорю, зеленый день с Малаховой это как раз кладезь витамина K, которые вы будете принимать через продукты питания, а я им очень много сырых продуктов в том числе. Ну, например, когда вы едите салаты. Еще раз говорю, посмотрите, в каких продуктах у нас витамин K. Начинайте это кушать, и тогда вы принимаете витамин D, и витамин K у вас будет в естественной, природной форме, не синтетической. И вам этого будет вполне достаточно. Если вы будете раз в неделю делать зеленый день с Малаховой, и каждый день есть какие-то продукты зеленого цвета, которые являются источником витамина K. Аманас Вагенович? Я абсолютно с тобой согласен. Ага, отлично. Значит, с витамином K понятно. Витамин K, помнишь, мы с тобой обсуждали эту тему, когда у нас дозировка сразу, витамина D очень большая, больше, чем 20 тысяч международных единиц в день. Это при серьезных заболеваниях, когда нарушены процессы уже клеточного метаболизма, и тогда только под присмотром врача, только вот медикаментозное такое лечение. Значит, витамин K, витамин D плюс витамин K появился в Америке. Почему? Потому что американцы не пьют воду и жрут гамбургеры, условно говоря. Их сейчас учат пить воду и учат кушать овощи. Но хотя бы, чтобы витамин D у них усваивался, им сразу влепили какую-то синтетическую часть мы с вами немножко с другим пищевым поведением. Отлично. Поехали дальше. Омега-3, витамин D будьте внимательны пить постоянно. Дальше я хочу с тобой поговорить про то, что поддерживает наш иммунитет. Наш иммунитет живет и в кишечнике, и печень тоже отвечает за наш иммунитет в том числе. И про два очень классных препарата. Это куркумин и черный тмин. Начинаем с куркумина. Куркумин действительно крутой продукт, потому что будем так говорить, это не надо путать куркумин с куркумой. Я просто читаю вопрос, вот Кристина нам задает, давай мы на него ответим и сразу куркумин. А, давай-давай. Да, значит, Кристина, вопрос абсолютно правильный. И я считаю, и мои специалисты все считают, что витамин D необходимо назначать в первой половине дня, потому что у многих пациентов он может вызывать возбуждение и, естественно, влияет на уровень активности, а также на сон. И пациенты, которые принимали в вечернее время витамин D, они отмечали вот этот вот возбудимость и низкий уровень, вернее, высокий уровень такой стресса, который не может передаться потом в сон. Поэтому, пожалуйста, я рекомендую назначать, вам принимать витамин D в первой половине дня. Куркумин. У меня есть два пациента, которые при витамине D, когда он брал в капсулах и принимал фенула в сон. Два. Мы это тоже обсуждали. И мы тогда этим пациентам назначили принимать перед сном. И у них улучшился сон в том числе. Вечером. То есть вечером. Очень интересный комментарий, потому что в основном, конечно, 90% случаев в первой половине дня, потому что, наоборот, возбуждают пациента. Значит, у тебя был какой-то индивидуальный пациент. Абсолютно точно. Да, мы это обсуждали в чате с тобой. Переходим к куркумин. Чем он отличается от куркумы, что это действительно отличается очень, и как он круто работает, а он реально работает просто космически. Куркумин действительно космический продукт. Нам природа подарила траву такую, под названием куркума, как правильно говорить, куркума. не надо путать куркумин с куркумой. Куркумин это как раз экстракт из куркумы. И это самое правильное, самое нужное, самое действующее вещество. То есть, именно за счет куркумина все знают вот этот положительный эффект. Значит, для чего? Во-первых, это мощный антиоксидант. Это действительно король антиоксидантов и не нужно путать с другими антиоксидантами. Куркумин это топ среди антиоксидантов. Антиоксиданты это, понятное дело, это те продукты, которые помогают нашему организму, будем так говорить, бороться с оксидативным стрессом, с окислением. Мы хотим с вами этого или не хотим. Вот даже сейчас я сижу в офисе, в кабинете, поставил автомобиль, дошел до значит входа, люди стояли курили, я не курю, но я оказался таким пассивным курильщиком, потому что мне все это попало в организм, хочу я это или нет. И вот, пожалуйста, происходит окисление. Дальше, уровень загазованности воздуха. Абсолютно пустая, быстрая еда, которую особенно жители мегаполюсов хватают где-то на бегу, потому что мы все торопимся куда-то, надо на одну встречу, на вторую, схватил какой-то гамбургер, шаварму, побежал дальше. Это все складывается не только на проблеме со стороны ожирения, либо неправильной работы вашего метаболизма. Куркумайна личнее работает заодно. Да, но это еще и конечно же окисление вашего организма. И наша иммунная система, наш организм уже не справляется с... То есть наш организм имеет свою антиоксидантную систему. Мы настолько уже все закислены, что мы не можем справиться с этим. И вот вам приходят на помощь антиоксиданты в виде куркумина. Плюс куркумин это прекраснейший продукт для поддержки вашего желудочно-кишечного тракта. Для вашего микробиома. И более того, микробиом не только со стороны ЖКТ, но и микробиом кожи, потому что микробиом есть, конечно же, на коже в том числе. Плюс если мы говорим сейчас про женщин, и мы прекрасно понимаем с тобой, что период гормональных изменений, хотим мы этого или нет, происходит снижение коллагена на 20-25%. Если говорить в килограммах, то у людей где-то до 25 лет ежегодно вырабатывается ориентировочно 5-6 килограмм коллагена, а уже старше 40 лет 3 килограмма и пошло на убывание. То есть плюс еще у женщин снижается на 20-25%. Почему я говорю про коллаген? Потому что как раз куркумин плюс он еще и способствует благодаря своему составу, благодаря своим компонентам улучшению синтеза коллагена. И конечно же мы тут сразу же с тобой говорим про разлаживающие кожу свойства, защищает от механических повреждений, повышает эластичность, улучшает регенерацию клеток. Поэтому куркумин плюс это мощный антиоксидант плюс такой антиэйдж продукт, который необходим к приему женщинам прямо вот тоже, но не на постоянной основе. Мы говорим здесь сейчас про курсы, порядка двух месяцев мы принимаем, месяц мы отдыхаем, потом мы возобновляем опять курс по желанию, по тому, что видит женщина после приема. В чем преимущество куркумина, который показываешь ты, в том, что здесь мицеллярная форма, то есть молекула куркумина запечатлена в мицелле, плюс это все смешано с оливковым маслом для лучшей биодоступности и добавлен биопеперин, это биостандертизированный экстракт черного перца, который еще в 20 раз улучшает биодоступность, поэтому прям вот надо обратить внимание на девушкам, которые хотят смотреться красиво, молодо, всегда, неважно какое количество лет этой женщине, нужно на куркумин плюс обратить внимание. И еще куркумин плюс прекрасно работает для мужчин мужского здоровья, снимает воспалительные процессы, это профилактика для предстательной железы, мужчины, которые занимаются у вас физической нагрузкой, тоже замечательно, снимает воспалительные процессы в тканях, в суставах, в том числе, если ваш мужчина не занимается физической нагрузкой, давно лежит как котик, наращивает жир в животике, там идут брожения, газики у него, соответственно, снижается либидо, давайте ему куркумин плюс, одну капсулу в день как минимум, давайте ему пожарить. то, что ты описала этого пациента, это мало одну капсулу, можете смело даже по две капсулы утром и две капсулы днем, и будет вам счастье. Да, но потому что это нужно что-то решать и помогать ему печени, артрозы, артриты, куркумин плюс, прекрасно. Болезнь Альцгеймера, куркумин плюс, доказанная эффективность при болезни Альцгеймера, и еще, сейчас я обязан это сказать, потому что мы с вами живем в коронавирусную эпоху. Есть исследования, доказывающие о том, что куркумин блокирует взаимодействие между вирусом COVID-2, SARS-CoV-2, и клетками-мишенями человека, подавляя как спайковый белок вируса, с помощью которого он как раз прикрепляется к клетке, так и рецепторы ACE2, через которые вирус проникает в саму клетку. Поэтому куркумин плюс это не только вот все, что мы сейчас сказали анти-эйдж, онкология предстательной железы, антиоксидант, противовоспалительный компонент, защита печени, нормализация работы желудочно-кишечного тракта, но и иммунная система и профилактика коронавирусной инфекции. Кстати, куркумин плюс назначаем, если вы уже заболели короной, мы увеличиваем визировку, и, во-первых, это профилактика короны, если вы заболели, и период восстановления, это 100%, пожалуйста, минимальная дозировка это 1 капсула в день после завтрака, соответственно, вы можете пить вот мое любимое трио, витамин D, омега-3, куркумин плюс. Сколько мы пьем куркумин по времени? По месяцу мы можем пить, потом мы делаем перерыв. Опять же, если мы сейчас говорим про коронавирусную инфекцию, мы можем этот срок приема увеличить до 3-4 месяцев, потому что профилактика, профилактика, профилактика. У меня есть случай. Да, с этим понятно, про куркумин плюс. А есть вопросы? Я думаю, что у вас не должно быть вопросов. Еще раз напоминаю, ложка специй куркумы это не то же самое по биодоступности и не то же самое по химическим, по биохимической раскладке, чем куркумин плюс. И биодоступность в этой капсуле намного больше. Вы столько ложек куркумы не съедите, потому что это нереально. Мы с вами не в Индии. Вы даже столько куркумы правильной не найдете. Она вся подделочная. А даже если найдете, то все равно биодоступность будет всего 2-3 процента. Поймите. Поэтому те, кто куркуму используют как приправу у себя на кухне, пожалуйста, используйте. Но это только придаст вам пряности и интересного вкуса и запаха вашему блюду. Не более того. Отлично. Переходим дальше. Черный тмин. Черный тмин это прям мой тоже. Ирина спрашивает, после прививки сколько пить куркумин? Ирина, не важно до прививки, не важно после, вы пьете куркумин. Вот только что сказали, вы пьете куркумин, потому что вы прививкой уже ввели в себя вирус. Помогите вашему организму противостоять воздействию вирусной атаки на вашу структуру ДНК. Помогите восстановить вашу клетку и ядро вашей клетки. Принимайте так, как мы сказали. Если вы хотите сделать два укольчика и жизнь ваша изменится и пропить месяц куркумин, то знайте, ваша жизнь уже разделилась на до и после. Она у вас разделилась, когда вы заболели, когда у вас начался постковидный синдром, когда вы скололи. Ваша жизнь уже разделилась. Акцентируйте внимание на то, чтобы поддержать свой клеточный иммунитет и вот свою структуру клетки. Поэтому пьем. Пьем, пьем, как сказал Иванес Вагенович. Иванес Вагенович, скажи, пожалуйста, как долго пить куркумин? Мы принимаем два месяца, делаем месяц перерыв. В период профилактики коронавирусной инфекции мы можем увеличить это количество времени до трех, до четырех месяцев, потом сделать один месяц перерыв. И вот здесь вот по гемангиому вопрос. Конечно, при гемангиоме нужно принимать куркумин и обязательно при гемангиоме, так как это доброкачественная опухоль, вам нужно принимать еще масло черного тмина, про которое мы сейчас тоже расскажем. Вообще куркумин и масло... То есть, если говорить там омега и Д это вот вместе, да, два таких компонента классных, то куркумин и тмин это тоже два ближайших друга, может быть, даже брата, но, наверное, все-таки это растение, а не сестры, но кому как угодно. И их нужно принимать вместе. Почему? Потому что есть определенные схожие эффекты от приема, но каждый ингредиент, каждый главный компонент борется с той или иной проблемой по-своему. И вот масло черного тмина это легендарнейший продукт, его знают уже больше 8 тысяч лет. Его знал, про него писал отец медицины Гиппократ, про него говорил в своих канонах врачебной науке Авицена. Пророк Мухаммед вообще сказал, что масло черного тмина лекарство от всех болезней, кроме смерти, поэтому широко распространен продукт этот с точки зрения целебных свойств. И масло черного тмина имеет в своем составе большое количество ингредиентов, это эфирные масла, и железо, марганец, селен, но это незначительное количество. Самый главный компонент это тимохинон. Это является активным компонентом, ингредиентом, он такой природный антибиотик, это защита иммунитета, это защита против борьбы с онкологическими клетками, ряд исследований, вообще одно из самых изученных растений. То есть более 500 исследований есть на тему масла черного тмина, причем абсолютно в разных странах мира, и Америка, и Япония, и Китай, и азиатские страны, и Турция, и в России даже уже сейчас интерес есть к маслу черного тмина. Его же давят, оно же продается в бутылках масла черного тмина. Давай скажем, потому что у нас время заканчивается, а нам нужно еще продолжить. Разница масла черного тмина в бутылках и в капсулах? Во-первых, в бутылках и в капсулах надо понять, каким методом это давят. Если это просто, как вот, например, в Стамбуле, я сейчас был в командировке, там стоят на улице соковыжималки, такие, как у нас в мясорубке были, просто давят семена, это один вариант, да, то есть, ну там, попили вкусно, окей. Если мы говорим сейчас про холодным отжимом в специальном, на специальном ультрасовременном заводе, с биостандартизацией и так далее, тогда это другой способ. И, конечно, разница в биодоступности. Чем больше биодоступность, вы должны понять, тем лучше для вашего организма, тем быстрее этот продукт поможет вашему организму, проникнет в вашу клетку и начнет метаболизировать в организме. Нежели, например, если вы выпьете, там, например, какую-то жидкую форму и будете ее долго пить, много пить, а биодоступность будет крайне низкая. Плюс разница между капсульной формой и жидкой формой, то, что капсула это намного удобнее и нету такого неприятного терпкого вкуса и запаха. И сохраняется в капсуле вот этот продукт еще дольше, чем, например, жидкость. И я должен сказать, вот я сказал про коронавирус сегодня много, и я скажу и про масло черного тмина в том числе. Помимо того, что это иммунитет, это тимохинон обладает антибиотическим таким свойством, натуральным, то есть это натуральный антибиотик, не надо путать сейчас ни в коем случае синтезированным химическим продуктом. Это позитивное настроение с точки зрения онкологии, шикарное количество исследований на эту тему есть. То и в коронавирусную эпоху он доказал свою эффективность, а именно масло черного тмина, именно тимохинон, блокирует шиповые белки вируса COVID-19. Это те вот шипы, которыми он цепляется за клетку для того, чтобы проникнуть. Так вот, блокирует в легочной ткани, предупреждает развитие цитокинового шторма. И получается, вот именно тимохинон, и плюс еще есть там одно соединение, в черном тмине, альфа-хидерин и нигелин, они могут быть альтернативными растительными препаратами в борьбе с коронавирусной инфекцией. Поэтому куркумин и масло черного тмина в наше пандемическое время, это те продукты, которые обязаны быть тоже на вашей полке со всеми другими биологически активными добавками. Так, значит, смотрите, вопрос, сухой черный тмин можно есть? Вы можете это есть, но это, конечно, кушайте, он прекрасен, но не путайте, пожалуйста, чуть-чуть черного тмина с маслом из килограммов черного тмина. Да вы столько не съедите, как и столько куркумы, вы понимаете? Это абсолютно разное. Конечно, вы кушаете его, и это замечательно, это будет иметь другое чуть воздействие на ваш организм, и тоже будет. Значит, смотрите, любое сыродавленное масло имеет способность к окислению в зависимости от того, насколько это растение вот это мысленичное растение, например, семя льна, насколько оно имеет высокий индекс окисления от воздействия кислорода, это естественный процесс. Так вот, не покупайте готовое черное масло тмина, никогда не покупайте конопляное масло в магазине, никогда не покупайте льняное масло, вы не знаете, сколько месяцев назад его продавили, и сколько месяцев оно стоит. Когда масло имеет прогорклый и вот любой такой маслянистый вкус, это уже умершее масло, нету там уже ничего полезного. Поэтому, если вы кушаете масло черного тмина, так вот, вы сегодня заказали, вам сегодня его выдавили, и вы в течение двух недель, максимум месяц должны его скушать, потому что оно окислится и уже будет с привкусом. Это первое. А второе, не хотите заморачиваться с этим, возьмите в капсулах. Это не прогоркает, это специальная технология, чтобы запечатать это масло, чтобы туда не поступал кислород и не было процесса окисления молекулы в том числе. Завершая тему куркумина и черного тмина, давай скажем беременным, кормящим, что можно, нельзя, детям с какого возраста и какая дозировка. Значит, завершая эфир, я еще скажу такую вещь по тмину, что это продукт для детокса, обязательно используем его в детокс своих моментах, вместе, кстати, с чертополохом, два продукта, которые совмещены. Мы должны обязательно рассказать о чертополохе, мы должны прямо сейчас рассказать, либо сейчас мы начнем быстренько, там 15 минут, второй эфир, самое главное, чтобы все сохранилось. Смотри, по поводу тмина для беременных, не рекомендуется его принимать, потому что молекула тимосинона эмбрион для нее это как чужеродная клетка, когда вот борется с онкологией, тимосинон, для них вот в этом случае не стоит принимать тимосинон, масло черного тмина для беременных. И куркуми беременные не принимают, и кормящие не принимают. Абсолютно верно. По тмину есть одно исследование, даже не одно, а несколько исследований, которое говорит о том, что способствует улучшению и выработке лактации. То есть, если девушка кормила грудью, конечно же, грудь это золотой стандарт, да, в кормлении, в питании ребенка, и по каким-то причинам молоко пропадает, то мы можем дать масло черного тмина для того, чтобы улучшить качество лактации, то есть вернуть ее. Но для значит, беременных куркумин и тмин нет. Что касается возрастного ценза, это с 14 лет вы можете смело давать вашим деткам и куркумин, и тмин, но здесь уже, конечно, дозировка совершенно другая, то есть здесь мы говорим про одну капсулу ежедневно, что один, что второй. И теперь давай про чертополох, потому что я уже сказал про детокс, детокс со стороны масла черного тмина, это очень прекрасный продукт детокс организма. Есть еще вот такой вот продукт, новинка АМД, это артишок, это молочный чертополох и одуванчик. Конечно же, уже там многие, кто нас смотрят, увлекаясь растениями, прекрасно понимают, что это как раз гипотопротектор, то есть защита печени, это детокс, это очистка нашего организма. Продукт обладает желчегонным свойством, то есть нормализует работу желчи, отток и в принципе все функционирование. может позволить, не то, что может позволить, а позволять нашему организму избавиться от токсинов и еще есть очень интересный компонент такой, как силимарин. Силимарин это компонент артишока. Вот. И он усиливает действие как раз вот в детокс фазе и исследования доказывают, что силимарин еще оказывает такое защитное действие на печень. Плюс силимарин очень хорош для наших энергетических как раз вот этих всех вещей, а именно для наших митохондрий, да, то есть он способствует подпитке наших митохондрий. Вот, наверное, такие самые важные свойства по чертополоху и вот артишоку и адуванчику. Это продукт АМД. Итак, продукт АМД прекрасен, я его использую в своих программах детокса для того, чтобы запустить работу желчного пузыря. У нас у очень многих, ну практически у каждого второго, третьего, загиб желчного пузыря и застой желчи, потому что мы едим определенный тип продуктов, мы пьем мало воды, мы много сидим и мало двигаемся. Если у вас есть тяга к кофе, если вы не можете жить без кофе, кофе является также желчегонным продуктом, но при этом кофе еще высушивает желудок и забирает очень много, обезвоживает организм. Если мы говорим о том, что кофе является желчегонным продуктом, давайте заменим один желчегонный продукт на полезный другой желчегонный продукт и на артишок вот этот препарат, который называется АМД. Пропивать его сейчас нужно абсолютно всем. Дозировку скажем, либо на сайте у нас есть сейчас Аванес Вагенович делает, он, конечно же, завис почему-то с нахмуренным лицом. Вы напишите, пожалуйста, меня видно, слышно или из-за того, что у нас пошел эфир дальше подскажите. Про детей куркумин и тмин мы все рассказали, переслушайте, пожалуйста, у нас осталось очень мало времени, мы объяснили. Так, все видно очень хорошо, подключаю снова Аванеса. Итак, если у вас тяга кофе, значит, вы пьете препарат АМД. Если вы обеспокоены и вообще хотите поддержать свою печень, мой любимый орган, очень важный орган, мы принимаем АМД и мы принимаем куркумин и мы принимаем омега-3. Вот это волшебное трио для печени в том числе. Если идти дальше, то эфирное масло лимона также работает на качество крови, на правильные процессы желчевыводящих путей. Запомнили для печени. Печенью нужно заниматься всем, абсолютно всем. Следующий препарат, значит, АМД, он очень мягкий, очень хорошо вводит желчь, у вас сразу нормализуется стул. Если у вас есть еще проблемы с запорами, если есть проблемы с перевариванием пищи, в том числе и жирной пищи, а вообще может быть вы любитель шавермы, или если мы говорим про вашего супруга с пузиком, который лежит, то АМД нужно принимать обязательно этот препарат с артишоком, то есть сделайте такую профилактику для печени и всей семьи. Будет очень полезно и будет очень хорошо. После каждого приема пищи вы принимаете этот препарат. Я все-таки надеюсь, что она с Магеном присоединится, потому что у меня есть вопросы к нему к качеству желчи. А это значит... Меня видно? Слышно? Просто начинаются звонки, у нас там следующий эфир. Пожалуйста, ответь, если ты меня слышишь, пожалуйста, ответь по поводу камней в желчном пузыре и прием куркумин, черный тмин и АМД. Значит, смотри, камни в желчном пузыре вам скажут только большое спасибо, если вы будете принимать эти продукты, про которые мы сейчас говорили, потому что эффект опять же выведения он присутствует. И если мы говорим там про куркумин и тмин, конечно, мы по одной капсуле смело назначаем этим пациентам, АМД мы можем дать две капсулы на ежедневной основе. Поэтому, пожалуйста, смело принимайте. отлично. И еще у нас есть очень классный препарат. Пожалуйста, не расходите, потому что сейчас должны сладкоежки все сказать вау, ура, наконец-то. Это мамордика хоранце, горькая дыня. Это для тех, кто любит сладкое, у которых трясучка, на самом деле трясучка это у вас нарушение, в том числе. Вот это вся трясучка. Но, чтобы себя не ругать, чтобы себя не вводить в дополнительный стресс. Если у вас тянет на булочке, если вы не можете жить без печенюшки, с трансжирами, если вы не можете, то есть вы уже сидите на неправильном питании, но чтобы себя поддержать, а особенно свою поджелудочную железу, то тогда обратите внимание на уровень глюкозы у себя, на уровень инсулина. Если мы говорим с вами про инсулинорезистентность, а как еще понять инсулинорезистентность? Это повышение пигментации на теле в том числе. Это один из показателей. Первое, застоя желчи, то есть это печень. Я вам говорила три препарата для печени. Это первое. И второе, инсулинорезистентность. Обратите внимание на цвет своих, сгиба своих локтей, они должны быть светлые, на цвет своих подмышек, на, простите, но на цвет своей промежности, ну, конечно, промежности. Это у мужчин яички, у женщин плавые губы и зона вокруг ануса. Загляните туда, посмотрите. Если там темное, то мы говорим с вами о том, что у вас либо вы постоянно кушаете, кушаете очень часто, даже если много, каждые два часа, у вас вырабатывается много инсулина, поджелудочная железа в щойке, короче, сразу начинаем принимать мамордика хоранция либо дикая дыня. Все. Рассказывай. Мамордика. Да, действительно, так и есть. Именно этот продукт как раз и создан для решения таких проблем. Но здесь мы говорим даже про тех пациентов, наверное, даже, которые уже имеют там метаболический синдром, который потом впоследствии, да, впоследствии может перевести в такие заболевания, как там со стороны сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет второго типа, и это большая проблема. Вот как раз вообще сахарный диабет второго типа можно назвать неинфекционной пандемией 21 века. Колоссальное количество жителей только нашей страны, это более 20 миллионов, 20 процентов, считай, население находится в таком установленном диагнозе, а мы еще не знаем сколько таких диагнозов не установлено. Так вот, если вас тянет к сладенькому, и вы ничего не можете с этим поделать, на самом деле здесь может быть даже чуть глубже надо копнуть, не вас тянет, а кандида тянет. Все грибы, которые живут в нашем организме, хотим мы этого или нет, они живут, а не так, как бы, ну, это нормальная, естественная жизнь. Но дело в том, что они же могут еще и размножаться, и когда их становится много, вот они и хотят подцепить сладенького и говорят, Оля или Аванес, иди-ка на кухню, съешь сладенького чего-нибудь. Но мы не поддаемся, почему? Потому что мы принимаем мамордикухаранцы, в свою очередь снижает тягу к сладкому и притупляет, будем так говорить, такое действие. Два важных компонента содержатся в этом продукте, это мамордицин и харантин, вообще это растительное происхождение, это такое тропическое растение, похожее на наверное огурец с такой небольшими шипами и вот из мякоти ее тянет к алкоголю. Прекрасно, что вас тянет к алкоголю. Пятница же на дворе, поэтому вас тянет к алкоголю. Конечно же, к алкоголю, если вас тянет, вы также можете принимать мамордикухаранцы и в том числе, потому что алкоголь частично в своем составе содержит и сахарно-подобные вещества. Это же спирты, когда вы едите в булке, вы тоже создаете внутри себя самогонный аппарат. Там начинается вращение, вот эта вот вся сладость и вода и дрожжи, которые вы поглощаете, у вас начинается самогонка внутри и вам всегда очень хорошо. И благодаря этому растут бактерии, растут грибы. То есть вы являетесь самогонным аппаратом и таким пнем трухлявым изнутри. Вы являетесь тарелкой с едой для ваших грибов. Вот вы должны запомнить, то есть вы поедаете еду, внутри вас вас тоже поедают. И как бы это не смешно звучало, так это и есть. Памордикахаранца достоверно снижает уровень сахара в крови. И это согласно многочисленным исследованиям, порядка 48%. А если говорить про конкретную жизнь, есть случаи, когда пациент с уровнем сахара порядка 7,8, 7,7, после приема, после двухнедельного приема препарата мамордикахаранца, уровень его сахара понижался до 5,6, 5,7. То есть ниже уходил даже референсных значений. И это прекрасные результаты. Мы, если говорить вообще про мамордику, сейчас, наверное, лидер по у нас закупкам мамордики это Якутия. Регион, в котором мы подозреваем, что огромное количество пациентов с метаболическим синдромом и с ожирением. А что такое ожирение для мужчин? Это 94 плюс сантиметров, я имею в виду окружность талии. Для женщины это 80 плюс. То есть не возраст, а именно сантиметр талии. Поэтому нужно следить за своим спасательным кругом обязательно. Вот. Поэтому мамордику включаем в свой ежедневный рацион. Съели сладенького, съели мамордику. Не тянет на сладкое, вы молодцы, занимаетесь спортом, вам нужно быстренько сбросить вес, благодаря тому, что вы и так будете заниматься активными видами деятельности, плюс прием мамордики, вы также способствуете снижению, уменьшению жировой массы тела. Вот те, кто занимается спортом, быстренько протокол. Вы принимаете омега-3 для того, чтобы поддержать ваши тканевые и суставные все ваши сочленения. Вы принимаете обязательно витамин D для кальциево-фосфорного обмена, и чтобы у вас метаболизм гормонов был правильный, причем всей нейроэндокринной системы. Вы принимаете обязательно куркумин плюс, потому что при любом занятии спорта у вас будут микро-повреждения, ну, это так должно быть, это нормально, микро-порывы, чтобы не было воспалений, чтобы вы быстрее восстанавливались после занятия спортом, и мамордика-хоранция. Вот эти четыре, которые у вас должны быть обязательно. Абсолютно верно, но здесь я бы, наверное, еще добавил один продукт, потому что мы говорим про фитнес-залы, тренажерные залы, где многие люди, ну, так скажу, там, по-обыденному, тягают железо, и могут быть повреждения со стороны суставов, костей. И здесь нужно обязательно принимать глюкозамин, хондроэтин, это маст-хэв для тех пациентов, которые занимаются в тренажерном зале, либо становая тяга, либо какие-то тяжелые веса, работают с тяжелыми весами, чтобы не было поломки суставов, хрящей, правильно работала синоменальная жидкость, то здесь мы добавляем еще глюкозамин, хондроэтин. А учитывая, что в состав входит экстракт бромелайна, как раз будет уменьшение воспаления. А еще в состав входит гиалуроновая кислота, которая также обеспечивает красоту, вопросы, где прочитать про мамордику Хоранция, где что прочитать, вы сейчас находитесь в группе Shop Malaswa Pro, зайдите, пожалуйста, на главную страничку, увидите сайт, переходите на этот сайт и читайте про все, про что мы сегодня рассказали. Либо вы заходите ко мне в аккаунт доктор Дамидян и находите публикации, которые были посвящены мамордике Хоранция. Да, в том числе. И заканчивая нашу тему, повышенный холестерин. У меня пациенты постоянные, ежедневные и у очень многих, даже уже у молодых девушек холестерин 6+, я уж не говорю, 5,5+, и выше, то есть высшая норма и выше. А давай с тобой дадим протокол для холестерина, потому что очень многие врачи при холестерине убирают жиры полностью, запрещают есть жиры, что вообще уму непостижимо, это про то, как плохо учились люди в медицинских вузах. На самом деле все учились хорошо, зря ты так, просто дело в том, что раньше было негативное отношение к животным жирам, понимаешь, то есть был период времени, когда была такая парадигма, что животные жиры не полезны, но как начинает все изучать доскональное и досконяльное и теперь наоборот ваш рацион должен в основном состоять из чего? Из белка и из жиров, понимаете? А вы, ну многие наши пациенты берут и отказываются в пользу тех же самых быстрых углеводов, поэтому жиры нельзя понять. Парень память про мясо по-французски и свинины, это другое. Мы сейчас дадим с Ванессом Валеровичем вам протокол, если у вас либо у членов вашей семьи повышенный холестерин. Значит, мы принимаем омегу-3. Омега-3 в дозировке в таком случае 3000 миллиграмм ежедневно. То есть получается 2 там по 600 2-2-2 2 утром, 2 днем, 2 вечером. Ну даже 3-3-3 вот так 3-3-3. Хорошо. Поверьте мне, омега вам не сделает плохо. Омега ни в коем случае не будет никаких побочных эффектов. Это тот продукт, который обладает только позитивом. Окей, следующее. Мамордика. Обязательно мамордика 3 капсулы ежедневно. Раз, два, три. Если мы говорим про 3 приема пищи. Если 2 приема пищи, 2 плюс 1. Дальше мы добавляем масло черного тмина. 2 капсулы ежедневно. Одна, одна, либо можете сразу утром выпить 2. все. Этого будет вам достаточно на начальном этапе. Абсолютно три продукта. В нашу концепцию не более пяти продуктов. как пьем? Три месяца и потом сдаем анализ на холестерин? Проверяем? Три месяца, потом сдаете анализы крови, смотрите уровень содержания липпротеидов низкой, очень низкой липпротеидов высокой плотности, также смотрим три глицериды и потом уже в зависимости от того, что происходит, мы решаем дальше. Отлично. Итак, мы ответили на самые распространенные вопросы. Я благодарю всех за сегодняшнее время. Аванес Вагенович, благодарю тебя искренне. Желаю прекрасного дня и увидим с вами про все то, о чем мы сегодня рассказали. Посмотрите, пожалуйста, шок Малахова Про, пишите, пожалуйста, в директ, мы вам направим и дадим ссылки. Мы только за качественный продукт и мы за профилактику, которая лучше любого лечения. А также мы, врачи, готовы поддержать ваше здоровье и восстановить вас после любой болезни. Все, отличного 7 дня, будьте здоровы и, конечно же, счастливы. Пока! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok